В психологию Наталья Зинатулина пришла волей случая. С детства наша героиня мечтала стать врачом, чтобы помогать людям. Медицинское образование она получила, но потом решила освоить профессию психолога и поняла, что это ее призвание. Попробовала Наталья своей силой в качестве специалиста в школе и в молодежном центре, но в итоге ушла в свободное плавание. Самое важное – любить людей. Вот просто с открытым сердцем подходить к каждому человеку. Потому что когда ты любишь людей, только через это ты можешь ему помочь. Поэтому я считаю, что самое важное – это любить людей. Вообще, независимо от пола, возраста, национальности, просто любить людей. К каждому человеку психолог ищет индивидуальный подход. Самое главное качество для представителей этой профессии – эмпатия, умение понять другого, считывать знаки. Человек приходит к психологу по разным причинам. У кого-то не складываются отношения с мужем или подросшими детьми. Кто-то ищет новые цели и смыслы жизни. Кому-то достаточно одной встречи, чтобы найти свою глубинную травму и проработать ее. А кто-то ходит и год, и два. Психолог совета не дает, на самом деле. Психолог работает с более глубинными травмами, психотравмами. Он приходит и говорит, допустим, у меня проблемы в семье. Я хочу наладить отношения с мужем. И мы начинаем раскручивать, смотреть, какие проблемы, почему, когда это сломалось. То есть было же все хорошо, и в какой-то момент произошел надлом. В какой момент это произошло, что к этому привело. Начинаем анализировать семейную ситуацию, как было у родителей, ну и так далее. То есть раскручиваем. И приводим к тому, что налаживается отношение в семье. Направлений в психологии много. В нашем городе есть и гештальтерапевты, и специалисты, которые занимаются расстановками. И те, кто работает в когнитивно-поведенческой терапии. Наталья выбрала для себя гипнотерапию. Помимо частных консультаций, она занимается и социальной работой. Например, участвует в проекте «Счастливая» и помогает мамам особенных детей, чтобы они могли преодолеть жизненные трудности. Сейчас уже видно прям глобальные изменения у женщин, конечно, прям. Они просто ожили. Я просто очень люблю помогать людям. И без этого я как бы не вижу смысла в своей жизни. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.